Тверская область планирует потратить в следующем году 88 миллионов рублей на развитие санавиации. Бесперебойная работа службы – ключевая задача. О том, как оказывается экстренная помощь в регионе, в следующем сюжете. Служба санавиации эвакуирует в областную столицу для оказания экстренной помощи и взрослых, и маленьких, и даже новорожденных пациентов со всех уголков региона. С начала 2020 года вертолёт с бригады медиков вылетал в районы 173 раза. Помощь врачей получили 175 человек. В нашем распоряжении есть два вертолёта Ми-8 и К-32, которые базируются на аэродроме Змеева. Наша служба обладает в своём штате бригадой, укомплектованной врачами, анестезиологами и ренематологами. Собственно, это и определяет профиль нашей работы. Не надо думать, что санавиации – это исключительно вертолёты. У нас также есть наземная бригада, работающая в круглосуточном режиме. Мы работаем с пациентами в случае наличия у них жизнеугрожающих состояний, нарушения витальных функций. Лечебные учреждения областной столицы принимают пациентов с самыми разными диагнозами, в том числе и пациентов с COVID-19. Помимо коронавируса, поводов для привлечения бригады санавиации тоже немало. Травмы, полученные в ДТП, отравления, инфекции, инсульты, инфаркты и ещё целый ряд заболеваний. Дальнейшую необходимую помощь оказывают уже в Твери. Это областная детская больница и областная клиническая больница. В частности, экстренную помощь в этом году получили и 22 ребёнка. В основном это ДТП, катотравмы, падения, ожоги. В летний период это были мотоциклы, скутеры. К сожалению, до сих пор у нас очень много травм детей на пешеходных переходах, на нерегулированных пешеходных переходах. В планах руководства региона в следующем году обустройство новых вертолётных площадок рядом с районными больницами. В настоящее время их 25. Губернатор Игорь Рудене подчеркнул, развитие санавиации позволяет повысить оперативность оказания медицинской помощи в Тверской области. Для этого необходимые средства должны быть ежегодно в полном объёме, предусмотрены в бюджете региона.